Весной, летом и осенью основным предметом преступного посягательства становятся велосипеды. Воруют их с целью перепродажи, либо из хулиганских побуждений. Велосипедисты часто хранят свое имущество небрежно. Этим и пользуются злоумышленники. Как не лишиться своего экологического транспорта? И полезна ли база регистрации велосипедов? Ответы на эти и другие вопросы в нашем следующем материале. За 8 месяцев текущего года в Гомельской области зарегистрировано 291 кража велосипедов. Это на 28 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем зачастую повод для этого предоставили сами владельцы. На минутку оставляли свои велосипеды возле магазинов и подъездов без велозамков. Такая беспечность часто может обернуться неприятностями. Представитель общественного объединения «Вело Гомель» как раз в такой ситуации и оказался. Я, получается, зашел в веломагазин, буквально спросил что-то, уже собираюсь выходить. Мне уже человек, который заходит в магазин, говорит, а это не ваш велосипед там поехал? Я говорю, синий? Говорю, да, синий. Говорю, мой. Я выхожу, моего велосипеда действительно уже нет. То есть это банальная халатность, скажем так, которая приводит к потере собственного имущества. Пользуются злоумышленники и тем, что владельцы оставляют свои транспортные средства на лестничных площадках. Стоят они словно на витрине магазина, разве что без ценников. Нечистому на руку человека, даже случайно заглянувшему в подъезд, тяжело будет удержаться от соблазна легкой наживы. Велозамки в таких ситуациях для воров не помеха. Лица, которые хранят свое имущество, в том числе велосипеды на лестничных площадках и в подсобных помещениях, несут административную ответственность. Штраф может достигать 30 базовых величин. Человек совершил кражу, в том числе кражу велосипеда. Наказание по статье 205 части 1 может предусматривать ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Если хищение совершено повторно, либо группой лиц, то срок лишения свободы увеличивается до 4 лет. Случай в столице. Возле строительного гипермаркета два молодых человека заметили велосипед, припаркованный возле магазина. Спустя несколько минут один из них зашел в гипермаркет и спросил у консультанта, где можно купить большие кусачки. После совершения покупки он отправился на парковку. Дождавшись момента, когда рядом не оказалось людей, молодой человек перекусил кусачками три замка и ушел. А его напарник уехал на велосипеде в неизвестном направлении. К сожалению, полностью безопасной не может быть даже крытая велопарковка. На этих кадрах вы видите, как подойдя к отдельно стоящему велосипеду, который был пристегнут тросом за переднее колесо, парень начал рыться в рюкзаке. А вот этот велосипед уже лежит на асфальте. Похититель перекусил трос кусачками, вернул их обратно в рюкзак, а затем спокойно сел на байк и угнал его без зазрения совести. Большинство велогомельчан хранят у себя на балконе или же делают просто подвесные крепления, чтобы можно было подвесить велосипед к потолку, например, или к стенке. Это значительно сокращает место хранения. Кроме того, всем веловладельцам настоятельно рекомендуют покупать хорошие замки. Дешевые и тонкие тросики легко и быстро перекусываются маленькими кусачками. А то и вовсе могут быть просто разорваны голыми руками. Гораздо более стойкими против взлома являются цепные велозамки и замки типа Юлок. Вскрыть его можно разве что с помощью болгарки или огромных арматурных ножниц. Как шутят сами хозяева велосипедов, есть вероятность услышать шум, а значит можно спасти своего дух колесного коня от угона. Я использую два велосипедных замка тросовых. Хоть и понимаю, что в принципе это больше для самоуспокоения, но все-таки это препятствие на пути кражи. Почему два? Ну, потому что на первый замок я пристегиваю раму и переднее колесо. В современных велосипедах конструкция позволяет снять колесо без инструментов. А вторым я пристегиваю заднее колесо, его потруднее снять, и седло. С каждым годом граждане становятся более сознательными, менее беспечными и приобретая велосипеды спешат поставить их на учет. Поэтому число велосипедов, которые состоят в базе органов внутренних дел, с каждым годом растет. Сотрудники милиции напоминают несколько простых правил для безопасного велосезона. Не покупайте велосипеды без документов. Сохраняйте документы после покупки велосипеда. Зарегистрируйте его в базе данных МВД. Не оставляйте велосипед без присмотра на долгое время. А когда отлучаетесь даже на пару минут, обязательно воспользуйтесь велозамком. Не храните свой велосипед в подъезде дома. Сфотографируйте свой велосипед, запомните его модель и отличительные детали на случай пропажи. Незамедлительно обратитесь в милицию, если ваш велосипед все-таки похитили. Этот несложный алгоритм поможет не потерять велосипед.